я приветствую вас друзья это снова канал веселый инженер меня зовут андрей и сегодня я хочу вам рассказать в этом видео про виды термообработки заготовок именно влияние на механическую обработку деталей которые собственно говоря и изготавливаться будут из этих заготовок то есть какие есть какие-то положительные моменты да какие есть отрицательные обо всем об этом поговорим ну естественно это термообработки которые чаще всего встречаются в машиностроении везде где и срезание металла шлифование какие-то другие виды ну не будем затягивать начинаем итак первое что у нас это нормализация тоже такое нормализации суть нормализации состоит в нагреве стали до температуры превышающей верхние критические значения температуры на 30-50 градусов по цельсию и выдержки и последующих охлаждения как же какие особенности меха робб обработки как влияет нормализация на дальнейшее изготовление детали от количества феррита зависит плохое стружкообразование то есть чем больше феррита тем хуже стружкообразование незначительный износ режущего инструмента перлит способствует оптимальному стружкообразованию повышенный износ инструмента возникает если перлита много ну так из опыта вообще самая хорошая такая структура для стали до для обрабатываемости это перлит пластинчатый плюс феррит то есть это естественно до феррит там если определенные там баллы до феррита они должны быть порядка 4 6 баллов да все что ниже хуже все что выше тоже нехорошо но к примеру единственная операция которую не рекомендую вам делать при нормализации хотя она тоже может делаться но есть определенные моменты это протягивание особенно протягивание каких-то сложных поверхностей шлицевых поверхностей при нормализации может быть налипание металла если твердость будет на нижнем пределе а пределы твердости здесь 156-229 единиц обринелью дальше у нас идет улучшение улучшение заготовок тоже имеет право быть улучшение производится при температуре от 820 до 840 градусов по цельсию соответственно с последующим отпуском при температуре 600 620 градусов какие же особенности при механической обработки по мере разрушения мартензита значительно улучшается обрабатываемость резания стружка образования удовлетворительно хочу сказать что улучшение в принципе позволяет улучшить по всем так сказать фазам дальнейшей механической обработки токарная сверлильная дать это нарезание резьбы возможно зуба зуба фрезерования протягивание в принципе улучшенная заготовка показывает хорошие результаты на всех операциях механической обработки конечно не стоит даваться в крайности не надо делать 280 285 единиц до твердость потому что это все-таки начинает снижать стойкость режущего инструмента и влияет также на качество поверхностей давайте продолжим а перед этим не забудьте обязательно подписаться влепить лайк и поделиться своим другом этим видео чтобы он знал что такие видосы на ю тубе тоже выходят и так закалка что же такое у нас закалка закалка металла представляет собой термообработку при которой заготовки из стали разогревает до температуры превышающие критическую выдерживает при нем определенное время резко остужают воде либо в масле до закалку я думаю каждый в детстве делал до нагревал какой-то металлический предмет резко опускал его вылужили в какую-то воду и это получалось что-то наподобие закалки особенности мех обработки да то есть как улучшается или ухудшается механическая обработка при закалке оптимальная стружка образования потому что какой бы вид механической обработки вы не выбрали либо это будет какое-то твердое точение либо твердое протягивание либо шлифование то стружка в принципе всегда ломается всегда такая крошится хорошая удобная либо превращается в шлам и света шлифования повышенный износ инструмента за исключением специальных инструментальных материалов повышенный износ инструмента имеется ввиду что если вы будете пытаться закаленную какую-то заготовку доточить обычным инструментом который для этого не предназначен специально то будет повышенный износ и где-то даже критически поэтому использовать надо при закаленных сталях только специальный инструмент либо абразивный инструмент который тоже для этого предназначен и так поехали дальше отжиг отжиг это тоже такая тема интересная отжиг стали это термическая обработка при которой стали нагревают если выполняется полный отжиг выше верхней критической температуры не полный отжиг между критическими температурами низкий отжиг ниже критических температур и после нагрева следует медленное охлаждение и чаще всего это происходит вместе с пищу то есть печь нагревается и потом спокойно остывает а детальки в ней так как проходят весь процесс превращения и термообработки особенности механической обработки после отжига хорошая стружкообразование которое ухудшается при увеличении доли феррита то есть чем больше феррита после отжига тем хуже это влияет на стружкообразование равномерный износ инструмента до после отжига и часто делают детали которые плохо обрабатываются их подвергают отжигу чтобы так сказать стабилизировать структуру и равномерный износ инструмента при этом действительно можно добиться и так друзья спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на канал смотрим мои следующие видео всем всего хорошего пока пока